Hello! Сегодня задание 32-38, а конкретно о глаголах с предлогом. Поехали! В это воскресенье, 15 апреля, в 15.00 в московском времени, эксперт курса Марина Лисковец Елена Архипова проведет для тебя разбор твоих ошибок в разделе «Письмо». Конкретно расскажет про твое эссе, про твои ошибки, расскажет про то, какую схему лучше всего использовать на примере работ учеников курса Марина Лисковец, а также расскажет о том, как сэкономить время на экзамене и в целом все успеть. С чего лучше начать? С письма или решать тесты по порядку? Вебинар пройдет на этом канале Марина Лисковец. Для участия необходимо подписаться, нажать на колокольчик, и тебе придет уведомление о начале занятия. Не пропусти, ты сможешь задать свои вопросы. Итак, первые три глагола на сегодня с предлогом to, такие как То есть, в целом, важно понимать, значение предлога to исходное, оно подразумевает направленность какого-либо действия. То есть, в данном случае, ну, мы можем так, визуальный такой ряд притянуть за уши, то есть, мы направляем свои слова на кого-либо, направленность речи. For example, who was that man you were talking to? Та же самая ситуация с глаголом listen. Слушаем мы также направленно. Слушаем преподавателя, слушаем музыку. Это не просто слышать. So, I can hear. Hear тоже значит глагол слышать, но и значит, я просто умею, могу слышать. Ну, у меня есть слух, я могу слышать, есть уши. I can hear. But listen значит направленное слушание. Итак, listen to. For example, we spend the evening listening to music. Далее глагол apologize, он тоже используется с предлогом to. Если два предыдущих глагола достаточно часто употребимые, то apologize to, извиняться перед кем-либо, ну, не так очевидно, поэтому вот вам пример. For example, they apologize to me for what happened. Еще один глагол для вас с предлогом to. Explain – объяснять что-либо. Если мы говорим объяснять что-либо, explain something to somebody. Таким образом, если мы говорим объяснить что-либо, то предлог не нужен. Explain something. I can explain this to you. But, если мы имеем в виду объяснить кому-либо, то в данном случае обязательно используем предлог to. Explain something to somebody. Например. Can you explain this word to me? Explain this word without any preposition. But I explained to them why I was worried. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и напишите мне в комментариях, какие глаголы вы постоянно путаете, какие предлоги вас просто бесят. Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии. Давайте обсудим, и я помогу вам и расскажу, как лучше запомнить вообще глаголы с предлогом, фразовые глаголы. Вот так-то. Напоминаю тебе, что идет наборный интенсив с 1 по 14 июня. И если ты, зависит от года подготовки к ЕГЭ, учил, 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 но у тебя нет структуры в голове, то есть что, зачем конкретно должно идти и как реально прийти к результату, нет конкретной схемы в голове по решению каждого задания, то тогда тебе на интенсив, ну и 100 баллов за ЕГЭ тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok